Всем привет на канале Ассоциация защиты животных. Как вы уже поняли из названия видео, наша хомячиха беременна. Иногда у людей возникают сложности при определении беременности хомяка, поэтому я хочу поделиться с вами своим опытом в теме разведения этих грызунов. Беременность самки джунгарского хомяка длится от 18 до 21 дня. Беременность у сирийских хомяков длится от 16 до 18 дней. Если вы знаете дату спаривания хомяков, то вы можете высчитать, когда примерно родит самка. Для этого в случае с джунгарскими хомяками нужно отсчитать от даты спаривания 18 дней и 21 день, и в этом промежутке хомячиха должна родить. Во многих случаях дата спаривания неизвестно, поскольку при саживании хомяков они первое время могут не проявлять друг другу интереса, а следить за ними постоянно такой возможности нет. В этом случае нужно отсчитывать 18 дней с момента саживания и далее наблюдать за самкой. Если у нее начал увеличиваться живот, то нужно отсадить самца. Если этого не сделать, то он может причинить вред малышам. Обычно живот у хомячихи становится заметен во второй половине срока, то есть после 10 дней беременности. Но это зависит еще и от количества детенышей. Если их мало, то внешне определить беременность довольно сложно. В случае с нашими хомяками дату спаривания я не знаю. Прошло 18 дней с момента саживания хомяков и живот у самки заметно увеличился, а это значит, что она беременна. Самца я уже отсадил, а теперь уберу из контейнера колесо и качельку, поскольку беременной самке такие развлечения не нужны. Обратно колесо устанавливается, когда малыши подрастут. Раньше его устанавливать нельзя, так как самка будет много бегать в колесе вместо того, чтобы кормить детей. За несколько дней до родов следует произвести генеральную уборку в клетке. Беременной самке необходимо создать комфортные условия, обеспечить полный покой и отсутствие стрессов. Помните, что стрессовые ситуации могут пагубно сказаться на потомстве. Во время беременности и выкармливания потомства хомячихе нужно обеспечить хорошее питание. В это время в ее рационе должно быть много фруктов и овощей и продуктов, содержащих белок. Например, яичный белок, вареное куриное мясо, детское питание и молочные продукты. Обязательно должна быть поилка со свежей водой. Если вам нравятся видео про хомяков, ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть, как будут расти наши хомячата.